Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Александр Средецкий. Я работаю в компании FastMorage, как вы поняли. Работаю уже достаточно давно. В сфере IT еще больше. Сегодня мы будем говорить о интересной теме, об IT связанной и не связанной нововременно. Паплик спикер не найти. Название не до конца отражает суть того, над чем мы сегодня будем работать. Потому что, собственно говоря, презентация включает в себя не только спикер. Еще, скажем, приготовление презентации или приготовление вообще. Вопрос. Вам все здесь из области IT? Никого нет? Нет. Что им здесь делать? Собственно говоря, логично. Давайте попробуем разобраться с самого простого вопроса. Что же такое презентация? Как вы себе представляете, что означает презентация? Она происходит сейчас. Она происходит сейчас. А что именно происходит? Презентация. Презентация. Букой человек рассказывает недельцы. Свои мысли. Не подходят. То есть, в презентации подразумевается передача знаний или какое-то обучение от одного человека или колпалица. Другому человеку или колпалица. То есть, в основе лежит передача знаний и опыта. Это основа, с которой мы можем, собственно говоря, начать. Как насчет IT? Как вы думаете, что отличает презентацию из сферы IT по отношению к остальным презентациям? Какие у нас есть особенности? Мы не пенсируем. Но есть особенности, которые присущи любой презентации? Это как сленг, напавленность, то есть специализированность. И есть особенности, которые поддерживают определенную тему? Ну, собственно, тематикой. Логично. Если говорить об IT, то один тренд, наверное, можно заметить, связанный с IT. В основном люди, работающие в IT, имеют алгоритмический базис, алгоритмический способ мышления. И привыкли обрабатывать все по каким-то алгоритмам. Маслить какими-то структурами и так далее. То есть, редко тогда в IT попадают гуманитарии. Ну, вещь идет, конечно же, о людях, занимающихся какой-то технической работой. Поэтому вопрос, собственно говоря, создания презентации наука, это или искусство, остается открытым. Ответ, на самом деле, лежит где-то посередине. То есть, нельзя сказать, что к подходу создания презентации есть... Ну, можно найти идеальный алгоритм, который, сделав какое-то определенное логическое количество шагов, вы точно придете к цели. И наоборот, чисто на творчестве вы тоже можете далеко не уйти. Но мы с вами попытаемся рассмотреть некоторые вещи и, скажем так, воспользоваться тем, что мы айтишники. И этот инструмент IT из IT-домена попробовать каким-нибудь образом заиспользовать и на то, как нужно готовиться к презентации в то же время. Кому знакома данная схема? Это примерно процесс, скажем так, разработки определенного проекта или определенного таска. Весь полный цифр, если мы говорим о Vajire, это какой-то один таск, если о Waterfall, то это целый процесс. В деталях он может отличаться, но общая идея какая? Мы начинаем, собственно говоря, с идеи. Возникает какая-то идея, мы будем что-то сделать. Дальше мы думаем пока что о том, как именно эту идею попробовать воплотить в жизнь, какие-то мысли высокого уровня. Дальше мы начинаем, собственно говоря, имплементировать, то есть внедрять, реализовывать эту идею. Затем наступает процесс тестирования, релиз, релиз и пост-релиз. Если говорить о презентации, то фактически люди, которые мы будем презентовать, видят только вот этот шаг, релиз. Все остальные шаги обычно остаются за кадром. Но это совсем не означает, что их надо пропускать, в них не нужно думать. В общем-то, достаточно большая работа проводится как бы вне того времени, когда человек, собственно говоря, что-то придумает. Единицы видят просто ли, если вы выдаёте себе презентатору? Да, да. Правильно. Нет, речь идёт о том, что как бы релиз это всего лишь, в данном случае презентация, да, это всего лишь один из шагов, среди многих шагов, которые стоит сделать. Начнём с первого шага. С идеи. Попробуйте подумать немножко на тему, как именно появляется идея, да, откуда рождается идея сделать какую-то презентацию. Ну, только что узнал что-то новое и хочу чуть-чуть поделиться. Не удивительно. Только что узнал что-то новое. Попробуй поподробнее. Ну, я только что, не знаю, закончил читать какую-то нибудь программирование и выделил для себя какие-то для меня, как мне кажется, новые идеи. И то, как вообще надо всё писать и всех, кто для меня писал подписание неправильно. Я буду вам наверно поделиться. То есть, хотя бы сидим, с кем я работаю сейчас. Это хороший пример. Отличный пример. Он показывает о том, что, скажем так, нами движет идея. Другой пример идеи я могу привести, он скорее связан с работой. Идея основана на какой-то проблеме. Вы решаете какую-то проблему, решаете её один-два дня, у вас там есть какое-то задание, над которым вы бились. И вы нашли элегантное решение для решения этой проблемы. И тоже решили этим поделиться. Или, скажем так, попробовать сделать так, чтобы об этом узнало больше людей, меньше, чтобы наступило на грабли и так далее. Хороший вопрос, который стоит решить после этого. Почему я? То есть, почему меня это должно заботить? Почему? Вот, допустим, у меня возникла эта идея. Должен ли именно я быть тем человеком, который эту идею расстроит? Понимаете? То есть, может быть, это уже сделал кто-то для меня. И нужно просто правильно направить идею, написать одно сообщение. Может быть, вы не готовы к тому, чтобы презентовать. Такое тоже бывает. Идея в том, что на этом шаге вы решаете, будете вы это делать или нет. И решив, что будете, дальше уже, как бы, дорогу назад нежелательно по ней шагать, а шагать только вперед. Как гласит древняя мудрость, великие победы начинаются с первого шага. И вот в этот момент вы можете сделать первый шаг. Следующий шаг. Попробовать определить, кто же является ваша, кто же такая ваша целевая аудитория. На кого рассчитана вся эта презентация. Чтобы нам было интереснее говорить, попробуем взять несколько примеров из жизни. Может быть, не из жизни, но... Возьмем человека номер один, пусть это будет Иннокентий. Как-то Иннокентий лежал на диване без денег и подумал, что они им нужны. Он каким-то образом относится к области IT. И... В какой-то момент ему пришла мысль в голову о планшетах. Он подумал о том, что вот сейчас телефон имеет 3-4 дюйма. Есть куча планшетов на 10 дюймов, на 8, на 7, есть на 5, там, Galaxy Note. И тут до него доходит, что планшета на 6 дюймов как бы нет. И неплохо было бы такой планшет сделать. И дать его людям. И доказать, что ему нужно. Но этих 6 дюймов это же так круто. Это будет наш пример. Второй пример. Маркус. Возьмем человека по имени Маркус. Маркус работает тестером. Он, допустим, занимается автоматизацией тестирования. И совершенно недавно он узнал о существовании новой библиотеки, которая сильно помогла ему автоматизировать свою работу. Он решил этой работой поделиться. Вот у них возникли идеи. Они поняли, что они должны быть теми людьми, которые эту идею будут подталкивать в жизнь. И решили сделать первый шаг, сделать второй шаг и, в конце концов, дойти до презентации, презентовать что-то людям. Возвращаясь к целевой аудитории. Вопрос может быть не такой тривиальный, как может показаться. Вот представьте себе ситуацию. Вы работаете на какие-то таски. Допустим, это какая-то ошибка, какой-то баг, над которым вы уже работаете три дня. Еле его нашли. Вы воспользовались какими-то нетривиальными вещами для его решения. И решили, в конце концов, решили проблему. Менеджмент или вы сами попросили, менеджмент попросил вас, или вы сами решили, что неплохо было бы об этой проблеме и об ее решении рассказать. Если говорить о целевой аудитории, то здесь может быть много вариантов. Например, если этот человек использовался, скажем, какой-то специальной программой для того, чтобы эту ошибку найти. Скажем, если его целевая аудитория будут девелоперы, да, программисты, то в этом случае человек будет рассказывать о том, скорее всего, как он на эту проблему ушел и как он ее решил. То есть от девелоперов девелоперов. Если целевая аудитория будет в тесте, то, скорее всего, он будет рассказывать о том, какова была ошибка. Какие-то более, ну скажем, глубокие детали об этой ошибке для того, чтобы, собственно говоря, тестеры могли сделать выроки. Целевой аудиторией могут быть даже менеджеры. Они захотят побольше узнать об этой ошибке, почему она возникла и что можно сделать для того, чтобы эта ошибка не возникала в дальнейшем. И, как вы понимаете, презентация при этом может пойти в совершенно разные русла, если говорить о том, кому мы должны это презентовать. Еще один немаловажный аспект, связанный с тем, как именно готовить презентацию, скажем так, связан с такой вещью, как материальная выгода. Если брать пример нашего Иннокентия, который хочет 6-дюймовый планшет сделать, то он понимает, что человек простой и своими силами ему не удастся выпустить полноценный 6-дюймовый планшет и начать его распространять. Поэтому, скорее всего, его целевая аудитория – это будут какие-то инвесторы, которые должны обратить на него внимание и, в конце концов, дать ему деньги. Зачем ему нужны деньги? Чтобы потом эти планшеты пошли в жизнь и заработать еще больше. То есть Иннокентия, в данном случае, движет, скажем так, материальный аспект этого дела, в конце концов. Несмотря на то, что продавать он, может быть, будет идея 6-дюймового планшета, в случае Маркуса, им, скорее всего, движет идея. Понимаете? То есть, вот он хочет презентовать свой тестинг-фрейм, компьютер, библиотеку, новую для тестирования. Если какая-нибудь очевидная выгода у него для этого, какая-то в краткосрочной перспективе. Скорее всего, нет. Вряд ли есть среди публики человек, который сразу ему готов предложить плюс 5 тысяч баксов за то, что он очень красиво написал, как этот тестинг-фрейм работает. Правильно? То есть, во втором случае, речь скорее идет о какой-то долгосрочной перспективе, когда от этого может выиграть вся индустрия, например, ну и уже последствия может быть идея. Подумав обо всем этом, можете еще раз подумать о том, какова ваша цель. Мы ее, в общем-то, сейчас немножко затронули, но просто не забывайте о том, что если изначально возвращаться к примеру, что вы пофиксили нам какой-нибудь очень крутой баг, да, и хотите сделать по этому поводу презентацию, какова будет ваша цель. О том, чтобы этот баг больше не воспроизвелся или просто цель донести, какой крутой баг вы решили, какой крутой баг вы нашли и так далее. На цели нужно обязательно хорошо подумать. Кроме этого, есть еще целое облако вопросов, которые вам предстоит обязательно подумать и найти на них ответы. Например, мы уже разобрались, кто это будет, да, то есть примерно оценили целевую аудиторию, соответственно, вы знаете, что это будете вы, раскачивающий всего этого презентатора. Но есть некоторые моменты, которые надо в любом случае решить. Например, как долго будет длиться ваша презентация, хотя бы в телуе, да, насколько вы рассчитываете длительность вашей презентации. Очень такой важный момент, который заставит вас задуматься и о контенте, и о многих других вещах. Затем, скажем, сколько людей будет, да, кроме того, что целевая аудитория, сколько людей рассчитываете. Одно дело, когда у вас в группе будет три человека, да, и совсем другое, когда, скажем, будет сто человек. В зависимости от этого вам, соответственно, нужно подобрать зал, да. И возникает вопрос, допустим, сколько это может стоить, опять же. Потому что, вот скажем, в Tassimology у нас есть возможность юзик-группы собирать в нашем зале, да. А есть такой возможность и нет. Если взять наши примеры, Иннокентий со своим 6-ти дюймовым площадом, например, он может на эти вопросы ответить так. Сколько должна длиться презентация? На кого она ориентирована, да. На кого она ориентирована на инвесторах? Мы об этом поговорили. То есть он собирается ориентировать на инвесторах. Соответственно, ну сколько можно собрать инвесторов, которые потенциально готовы рассмотреть 6-ти дюймовые площадки? Допустим, это будет там 5-7 человек, да. Соответственно, ему нужно только подобрать какой-нибудь, какой-нибудь зал небольшой, да. А где его подобрать? Явно не в квартире, потому что инвесторы не поймут. Это можно сделать в каком-нибудь офисном здании, где можно на какое-то время отдавать офис и сделать свою презентацию там, да. Соответственно, это можно сколько там стоить и так далее. Все эти моменты стоят придумывать заранее, потому что это важно. Если брать второй пример, упростим немножко задачу нашему Маркусу с тестинг-фреймером. Допустим, он хочет презентовать то, что он узнал внутри своей компании. То есть в его компании работают другие 10 тестеров, которым будет интересно узнать, что именно этот Маркус такого интересного нашел и что он может дать им такого. Соответственно, вопрос, сколько это стоит, где это проводить и так далее, для него немножко уже отпадает. Понимаете? Еще один интересный вопрос, когда? Когда делать презентацию? Например, в понедельник утром презентацию наверняка делать не стоит, да? Как айтишники, я думаю, мы не будем делать. Так, то же самое и в пятницу вечер. Четверт в вечер. Звучит нормально, да? Ну, еще есть вариант в обедах. Делать после обеда презентацию тоже в подходящем ряду. Вот такие примерно вопросы. Понимаете, почему это так важно? Проблема вся в том, что все дальнейшие разработки самой презентации, они, собственно говоря, будут базироваться на этом. Потому что даже размер комнаты может повлиять на то, как именно вы будете презентовать ваш материал. Ну и все остальные моменты тоже. Вопрос к аудитории. Из вашего предыдущего опыта, да? Вот вы были, каждый из вас наверняка был на каких-то презентациях, что-то слышал, что-то узнавал. На ваш взгляд, почему презентация не пошла, да? Вот вы вышли из нее и сказали, ну, так вроде бы нормально, но можно было и получше. Или наоборот, это было зашибись. Неправильно оценивали целевую аудиторию. Либо она была слишком разрушилась, и не нашли все. Как один из вариантов, да? Не та целевая аудитория. Да. Но неправильно оценились, скажем так, целевые. Неправильно оценили. Какие еще могут быть на ваш взгляд? Затянутая презентация. Спусобы изложения. То есть, время, да, продолжительность может влиять. А как вы думаете при этом, человек, который презентует, он разбирается в той теме, которую презентуют? Должен. Должен разбираться? Должен разбираться, да? То есть, ну, если речь идет об IT и презентации подобных вот юзер-брупов и так далее, человек, как правило, разбирается в своей теме. Но не факт при этом, что он умеет ее правильно преподать. Истоки такой проблемы могут лежать очень-очень глубоко на самом деле. Как у нас люди поднимаются? Как правило, это происходит не обязательно в университете, где есть какой-то систематизированный подход к обучению, да? Например, если говорить об админах и пространчивых инженеров, например, да? Это, как правило, люди, которые сами у себя дома установили Linux, начали в нем копаться, начали разбираться все больше и больше и больше. И когда уже дошли до такого момента, что они могут из себя что-то достойное составить на рынке труда, то есть у них уже схема отработана, как все это работает и так далее. Но совершенно не факт, что эту схему он может в какой-то форме преподать другим людям. Понимаете? Вот. И для IT это достаточно, скажем так, частная проблема. То есть IT-шники умеют работать с абстракциями, умеют там очень хорошо визуализировать, делать в мозгу кучу операций, дебаггинг проводить в мозгу, понимать, как там код работает и так далее. Это же очень интригарная вещь сейчас. Но систематизировать все свои знания и в красивой форме преподать у него могут быть определенные процессы. Еще раз несколько... Мы вернемся к тому, почему презентация может завалиться. Еще несколько слов о том, сколько должна длиться презентация. Да? Если речь идет о менее четверти часа, то, как правило, у людей будет реакция, что здесь происходит, да? What the fuck, да? Вот. И вообще, где мои печенья, да? Если речь идет примерно об одном часе, плюс-минус, да, то, как правило, реакция у людей нормальная на это. Если... Вот. Если презентация идет больше, чем полтора часа, то, как бы, шанс на то, что люди в последние полчаса вас будут адекватно воспринимать, уменьшается очень сильно. Да? Да. Итак, что мы имеем на текущий момент? Мы с вами примерно определились, какие вопросы общего характера нужно самому себе задать перед тем, как приступать непосредственно к презентации, да? Нужно решить вопросы о целевой аудитории, о том, где это, когда будет проводиться, как долго, да? И, собственно говоря, на этом моменте можно приступать к реализации, к реализации вашей презентации, да? Какой-то формы. То есть мы собрали достаточно начальные информации, можно приступать к следующему шагу. Что подразумевает себя следующий шаг, как правило? В первую очередь, это планирует. Говоря об IT, я могу выделить очень козырные моменты, которые именно для IT-шника будут вложены. Первый – это кофе-брейк, который желательно делать. Второй – это вопросы. Вопросы, которые может задать аудитория, да? То есть коммуникация. Давайте поговорим об этом еще по-подороге. Почему важен кофе-брейк? Ну вот, вы сидите здесь, да? Через полчаса у вас всех заболит пятая точка. Кому-то захочется поговорить, кому-то захочется просто уже будет некомфортно сидеть и так далее, да? Соответственно, это будет вас отвлекать. Чем больше вы отвлекаетесь, тем меньше вы затачиваетесь на теме презентации, да? Презентатор должен это отлично понимать и чувствовать, когда аудитория уже начинает себя чувствовать некомфортно. Соответственно, в этот момент можно сделать паузу. Пауза может варьироваться, скажем, от 20 до 40 минут. Но не сама пауза, а вот первая часть, то пауза. 20 до 40 минут может идти. И, скажем, ну полчаса в среднем, да? Но если говорить о 40 минут, то, наверное, это уже предел. Больше люди просто нормально не засидятся, им нужно будет как-то проверить. Второй немаловажный вопрос – это вопросы. Вопросы могут возникнуть. В любой момент, да? Вот, мы общаемся. Формат презентации не подразумевает то, что презентатор что-то спрашивает. То есть мы у аудитории в данный момент, да? То есть он просто что-то рассказывает, люди слушают. В какой-то возникает вопрос. Человек, если… Допустим, человек может поднять его, да? Он хочет задать вопрос. Он может, конечно, в наглую просто взять и задать этот вопрос, да? Но мы говорим о более цивилизованном случае, когда человек поднимает руку. Что вы будете делать в этом случае? Такой простой вопрос. У вас есть несколько вариантов. Остановиться прямо в эту секунду, чтобы услышать человека, да? Закончить предложение. То есть сделать что-то типа «бла-бла-бла». Закончить предложение и дать человеку сумму, да? Еще один вариант. Вы можете перед кофе-брейком сделать маленькую-маленькую паузу. И на все вопросы ответить. И еще один вариант – оставить вопросы в конце. Конечно же, как поступить в этом случае, зависит очень сильно от контента. И, собственно говоря, от того, какой формат презентации вы больше предпочитаете. Возвращаясь к нашим примерам с Иннокентием, который хочет у нас, напоминаю, попробовать запустить в дело 6-дюймовый планшет, который еще нет на рынке. Он начинает планировать и понимает – ему предстоит встреча с инвесторами. Да, за столбом. Этот столб будет небольшой и так далее. Люди будут готовы его слушать. Если он не найдет зерно, правильную точку и так далее, то, скорее всего, если он сделает кофе-брейк, люди могут сказать «извините, у меня заболела бабушка» и свалить от него. Потому что им будет неинтересно. То есть, в случае Иннокентия, ему, наверное, кофе-брейк стоит сделать аж в конце. Это автоматически поджимает, что длина его презентации будет 30-40 минут максимум. Правильно? Посередине делить на 15 минут ему смысла нет. Продревать на полтора часа, наверное, для того, чтобы продвинуть какую-то идею, тоже, наверное, интересно. Приходим примерно к формату этой презентации. То есть полчаса. Рассказ об идее, дальше вопросы и кофе-брейк. В случае Маркуса, здесь с тестинг-фреймингом, здесь вопрос немножко другой. Маркус подумал и на высоком уровне решил. Он сначала расскажет про теорию. Расскажет, откуда это, что. Ну, короче, какую-то общую информацию про ту, для тех, которые он хочет рассказать. А в вторую часть он хочет сделать практику. То есть на практике показать на компьютере, как это все работает. Показать какой-то работающий код. То, что он смог решить этими своими вопросами, что он смог. Ну, соответственно, у него презентация сразу делится на две части. Теория, кофе-брейк, практика и вопрос. Стоит ли ему прерываться, если человек во время презентации ему задает вопрос? Наверное, стоит. Почему? Как мы говорили, его аудитория будет свои люди. То есть люди, с которыми он, скорее всего, будет работать в одной компании. Люди, которые его знают, которые знают контекст. Поэтому, скорее всего, если они спросят что-то, да, то этот вопрос будет важным. И, наверное, будет иметь смысл прерваться и дать человеку высказаться, спросить свой вопрос. Потому что, то это может быть важно. Понимаете? После того момента, как вы определились с планом высокого уровня, вы можете попробовать начать определяться с планом более низкого уровня. То есть берете первую часть и разбиваете ее на русский. Вот примерно. Как вы себе представляете, что вы будете презентовать? На этом планирование высокого уровня, в принципе, может быть закончено или, скажем, приостановлено. Для чего? Для того, чтобы перейти к следующему шагу, который говорит нам о сборе данных. Что означает сбор данных? Здесь, если мы говорим об IT, у IT-шников проблем со сбором данных, как правило, нет. Самый важный инструмент, главный, с помощью которого мы можем собрать информацию, это... Браузер. Правда, да? Другие инструменты тоже не стоит исключать. Это, опять же, компьютер. Это могут быть закладки в браузере, это могут быть отдельные файлы, текстовые какие-то картинки и так далее. В этом случае вы немножечко теряете визуализацию, потому что, чтобы посмотреть контент файла, вам нужно в него зайти. Когда мы говорим о какой-то общей взгляде на файл, да, то это, скорее всего, будет просто список файлов, да, который может вам ничего не говорить. Но, как способ, он может работать, да, смотря, что вы собираетесь, собственно говоря. Еще один вариант сбора информации, тоже очень хороший, себя зарекомендовавший, это, собственно говоря, начать делать слайды, да. То есть вы берете кусочек информации, засовываете его в слайд, другой кусочек информации, еще один слайд и так далее, да. То есть это будет такой большой набор своих слайдов, но зато вся информация у вас уже будет по-другой и над ней можно будет каким-то образом работать. Я уверен, что у каждого загажника найдется еще парочку способов, как эту информацию можно собрать и предоставить, да. Если вернуться к нашим примерам, Иннокентия. Какую информацию важно собрать для Иннокентия и в какой форме ее поставить? Для Иннокентия я так подозреваю, что доска с визуализацией подойдет ему больше всего. Потому что у него будет, скорее всего, не так много каких-то технических моментов, он же продает идеи, понимаете. А для идеи, что нужно? Скорее всего, в визуализации. То есть ему нужно собрать какие-то факты воедино, каким-то образом с ними поработать, все это каким-то образом видеть, да, понимать и так далее. Если говорить о Маркусе с тестинг-фреймингом, то здесь другой вариант, здесь ему, скорее всего, как раз подойдет компьютер. Почему? Потому что всю теорию он может скинуть куда-нибудь там на слайде, а всю практику, то есть ему нужно будет приготовить какую-то программу, что-то там показывает и так далее, это тоже делается на компьютере, да. Вот, соответственно, информация начинает каким-то образом собираться. Вот, вы какое-то время занимаетесь этим процессом, да, вам кажется, что вы уже собрали достаточной информации, из этого уже что-то может получить. Какой следующий шаг? Следующий шаг – работать над этой информацией. И? В данном случае вступает в силу знакомое всем антишникам слово «рефакурник». Кто не знает, что такое рефакурник? Я сразу спрошу. Все знают. Я не знаю. Самое интересное, что хорошего слова на русском языке нет, да. Емкого и лаконичного, одним словом, не передать весь глубокий смысл слову «рефакурник». Ремонт. Да, но мы не ищем точного аналога русского слова. Если говорить образно, то это означает изменение для лучших, да. То есть у нас было что-то хуже, медленней, меньше, стало лучше, быстрее, больше и так далее, да. То есть это процесс изменения от лучших. Процесс – процессом, конечно. Под рефакурингом можно много чего воспринимать, сделать и так далее. Если говорить о презентации, то самый важный момент, который здесь можно выделить, именно в случае обработки информации – это выделение логических моментов. Это очень-очень важный момент. Вам нужно из кучи информации выделить самый главный кусочек и начать над ним работать. Приведу одну интересную притчу, старую индийскую притчу. И после этого мы, наверное, пойдем на кофе-прит. Притча гласит следующее. Давно-давно жил молодой человек. Через какое-то время он нарвался у опыта и решил, что он хочет открыть магазин, который он будет продавать рыбу. Он открыл этот магазин, сделал все шаги нужные для этого и написал на табличке. Мы здесь продаем свежую рыбу. Написал, открыл магазин, на следующий день к нему зашел отец и сказал. Ты знаешь, вот слово «мы» оно здесь, как бы, не совсем, наверное, уместно, потому что оно говорит о том, что мы делаем. То есть название ориентировано, как бы, на продавцов. А оно должно быть, скорее, ориентировано на покупателя. Покупатель должен чувствовать себя свободным. Сын согласился с этим, убрал слово «мы» и получилось название… Какое? Здесь продается свежая рыба. Да? После этого в магазин зашел брат продавца, хозяина магазина и сказал. Ты знаешь, слово «здесь», наверное, будет лишним. И так же понятно, что мы здесь продаем эту рыбу, да? Он убрал слово «здесь», и у него осталось «продается свежая рыба». Потом в магазин зашла его девушка и сказала. А нужно ли нам слово «продается»? Уже ли люди, когда будут проходить мимо, не будут знать, что здесь продается рыба, да? Молодой человек опять согласился с этим. Убрал слово «продается». Осталось на выписке «свежая рыба». Еще через некоторое время зашел в магазин его дедушка. И сказал ему. Знаешь, слово «свежая» может сыграть с тобой плохую шутку. Потому что те люди, которые изведут и копят эту рыбу, они и так будут знать, что она свежая рыба. И смогут рассказать своим друзьям и так далее, да? И вообще, рыба, она как бы по определению должна продаваться свежая. А тем, что ты пишешь специально это слово, люди могут подумать, что она может быть не совсем свежая. И это сыграть с тобой плохую шутку. Парень опять согласился с этим. И убрал слово «свежая». Осталось на выписке только слово «рыба». Магазин начал приносить прибыль, раскрутился, люди о нем узнали. Через некоторое время парень ехал по делам куда-то в соседнюю провинцию. На неделю, там, или больше. Когда он вернулся и начал подходить к любимым магазинам, за несколько кварталов он почувствовал запах. Запах рыбы. И понял, что магазин вполне хорошо обошелся бы вообще. Извини с кейсом. На этой ноте идем на кофе-брейк. 10-15 минут. После этого продолжим. И так продолжим с нашими веселыми вещами, связанные с рефакторингом. Я специально сделал паузу именно перед ним. Чтобы вы немножко развеялись. Развеялись в эту пятую точку. И со свежими силами вернулись сюда, да? И так. Еще раз о рефакторе. Я в притчу привел. Я думаю, вы все поняли, для чего я ее привел, да? Нужно научиться отбрасывать все ненужно. Если речь идет о нескольких предложениях, а потом обзываться и так далее, попробуйте найти какую-то изюминку, да? В этом абзаце, в этом предложении. И выделить из него самое главное. Это может быть одно слово, это может быть три слова. Но идея в том, что это слово или три слова будут самые-самые два. Понимаете? Все остальное можно отбросить. И вместо того, чтобы включать в слайд целый абзац, какого-то текста непонятного, да? Можно включить, скажем, три слова или вообще вынести их в отдельный слайд. Понимаете? И этот слайд будет, еще при этом, если вы включите какую-нибудь картинку, в общем, какой-то аналог того, что вы хотите сказать визуально, этот слайд будет восприниматься совершенно по-другому. Я еще раз подчеркну, что самый важный момент здесь – это именно выделение логических моментов и разделение всего ненужного и разделение всех важных моментов на составляющие. Это залог вашего успеха. Если вы вспомните, вот мы задавали вопрос, почему оно может быть неинтересно, да? Одна из причин была, как бы, вот не тот контент, да? Чтобы сделать его тем контентом, вы как раз и должны его разделять и властвовать. Отдельное, то есть, почему это так важно и играет свою роль? На этом моменте еще можно проявить творческий потенциал. То есть, если подходить к этому процессу рефакторному алгоритмическому, то, допустим, вы можете информацию на каком-то более высоком уровне разбить на кусочки. А вот как более маленькие кусочки представить красиво и лаконично – это уже, наверное, уходит в творчество. Вам нужно будет хорошо подумать, попробовать, как это сделать. То есть, вот, взять, например, эту картинку. Я долго думал, как представить эту информацию, как в емкость слова рефакторинг засунуть множество понятий, которые я бы хотел вам сказать. Это не так легко было сделать, но, может, что-то и получилось. Отдельный момент, почему я включил сюда FDD. Слово, может быть, не отражает всю свою суть. Но идея в том, что, если у вас какой-то слайд не получается, вам совершенно не обязательно стопориться полностью в создании всей презентации. Можно посчитать, как бы, условно, что этот слайд уже есть и продолжить процесс дальше. Не вернуться, скажем, к этим слайдом. То же самое можно, допустим, работать на второй частью отдельно, еще до того, как первая часть готова. Вам легче дается практика. А теория – теория потом. Теория уже будет на основе практики. Понимаете? То есть мысль разделять и властвовать – она здесь основная. И почему я так долго о ней говорю? Вы все, в основном, айтишники. Вы, вот если речь о программистах, допустим, да, программисты привыкли работать с большим объемом кода. Держать в уме какие-то абстракции. Если эти абстракции непонятны, то, как бы, есть множество инструментов, паттерны, мозги и так далее, для того, чтобы эту информацию представить в каком-то более удобоваримом виде. Вы легко научились искать аналоги чего-то. Так почему же презентация является такой сложной для вас, да? То есть презентация по контенту, по сути, она не является чем-то таким экстраординарным. Это всего лишь работа с информацией, которую нужно правильно воспринимать, учить, ловить здесь главная часть и правильно ее представлять, эту информацию. Понимаете? Может быть, звучит, как бы, мне, конечно, легко говорить, да? Как бы, на деле все по-другому сделано, ну, получается, но, тем не менее, это один из шагов и путей успеха. Один из способов, как можно применить, скажем так, технический подход, максимально в данном случае, только в конце использовать творческий подход, который, как бы, оценить сложно, но, крайней мере, минимизировать объем работ не нужно. Один очень важный момент, связанный и с рефакторингом, и со всем остальным, это примеры, да? Мы чуть-чуть затронули тему примеров, то есть, как вариант, можно, допустим, теоретическую часть сделать первой, да? Практическую часть сделать второй. Но общая идея может быть такой, что, как правило, любой слайд, его можно отнести либо в теоретической части, либо в практической. Насчет практической части вам нужно будет очень хорошо подумать, место ли ему в самой презентации или нет. Понимаете? Если речь идет о каких-то графиках, да, скажем, о какой-то визуализации, то презентация, наверное, отличное место для того, чтобы этот график там представить, да? Какой-нибудь чар, диаграмму, есть какие-то значения, и вы хотите что-то подчеркнуть. Тогда, наверное, его стоит оставить в слайде. Если речь идет о каком-то куске кода, то не факт, что вы его должны оставлять на слайде, да? Вот представьте себе, что здесь будет кусок кода, да, из десяти строчек. Он показывается на экране, как поступит аудитория. Вот история, логично, что он начнет втыкать в этот ход, да, и пытаться в нем разобраться, да? У кого-то это займет секунду, уже как все. У кого-то это займет минуту, да? Кто-то вообще не поймет, потому что он не втянет, например, да? Но идея в чем? Все люди, которые пытаются разобраться, они вас, скорее всего, слушать уже не будут, понимаете? Потому что весь мозг у них уйдет на то, чтобы разбираться вот в том, что вы там написали. Так, стоит ли включать этот текст, понимаете? Конечно, если презентатор хороший, он искусственный оратор и так далее, он может сделать так. Слушайте меня, да? Вот это первая строчка, это титул. Вот здесь мы делаем это, вот здесь мы делаем то, да? Если вы так красиво все это можете объяснить словами, зачем тогда нужен код? Может быть, тогда имеет смысл сделать блок-схему, которая является намного более визуальной, да? И просто объяснить общий процесс, что делает этот код, понимаете? Вот. А сам код имеет смысл высунуть куда-то отдельно в отдельную программу и лучше его запустить и показать, как он работает. Это тоже будет визуально и намного более понятно для людей, понимаете? То есть все моменты, относящиеся к практике, вы должны обязательно пересмотреть и понять, нужно ли включать сам слайд или нужно их высунуть куда-то отдельно, понимаете? То есть процесс того, как это будет, может выглядеть так, да? То есть изначально у вас, скажем, была вот эта вот соревнования информации, был слайд с теорией и слайд с практикой, да? То есть вы сказали какую-то фразу, кинули и дальше подтверждение в виде какой-то практики, да, или диаграмму и так далее, вы показали. Если это диаграмма, окей, ее можно оставить. Если это какой-то документ, его, может быть, стоит высунуть на отдельное устройство. Возвращаясь к нашим любимым товарищам, да, Иннокентиям, со своим 67-го девайса. Ему на презентации сам Бог велел сделать какой-то макет этого 67-го устройства, вертеть его в руках и показывать всем, насколько круто иметь такую устройство, понимаете? Для него никакого смысла не будет только на слайдах оставлять это устройство и на бумаге рассказать, какой он хороший, да? Намного больше эффект будет, если он это устройство будет держать в руках и всем показывать, да? Пусть даже оно не работает, пусть это будет даже макет. Все равно люди будут лучше понимать, о чем идет речь, понимаете? Стив Джобс, все помнят его «Оксо своему небесное», всегда все свои iPad'ы и iPhone'ы показывал во всем. Но с Apple тема отдельная, у них там есть свои главные режиссеры, не главные режиссеры и так далее. У них там целая, целая, ну, идея в том, что нам может просто не хватить денег сделать так, как у Apple, да? Но, скажем, идеальный вариант презентации, как идеальный вариант презентации можно рассмотреть, да? И кое-что от этого взять. То есть я бы вам всем рекомендовал посмотреть некоторые презентации Стива Джобса и не только вообще Apple, как они эту информацию предоставляют, какую роль слайдов, там играет какая роль практики и что при этом человек говорит. Если вы можете смотреть в оригинале, будет вообще прекрасно. Вы увидите, что у него очень точно все эти вопросы, которые мы проходили, они рассчитывали и в 10 раз больше. То есть у них презентация — это создание целого фильма, и над ним работает очень большая команда, да? Например, целевая аудитория строго-строго подобна, да? Они же не рассылают ивенты всем людям. Просто так на их события раз в год никто не попадает. Они посылаются конкретными людьми, да, которые могут туда прийти. Соответственно, целевую аудиторию они знают очень хорошо, и под эту целевую аудиторию они работают, да? Может возникнуть вопрос, допустим, насколько должен дистанциироваться человек, который презентует информацию, от аудитории, да? Если речь идет о маленькой группе, как правило, человек не должен далеко отстраняться от этих людей. Потому что люди должны его воспринимать как своего человека, как человека, которому они доверяют, потому что он же дает им новую информацию, правильно? И опять же, в случае Apple здесь небольшого исключения. У них, как правило, есть подиум, то есть они автоматически себя немножечко дистанцируют и, может быть, даже ведут себя так, что они, как бы, вот на вершине, да? Ну, это их дело, да? Факт в том, что, когда вы работаете на практике, стоит еще раз подумать, как именно эту практику показывать, да? Стоит ее показывать в виде слайдов, стоит это сделать в виде отдельной программы, ну и все, что с этим связано. Если это какие-то документы, может быть, тоже стоит показывать отдельно. Хороший вариант. Мы, если говорить именно обойти, вы можете сделать, скажем, поставить еще один компьютер сюда. И, как вариант, на одном компьютере иметь теорию на другом практику, да? То есть иметь рабочую машину, на которой вы можете все запускать, а на другой машине иметь чисто слайды. Это, может быть, даже нетбук, который умеет запускать слайды и все такое, да? И, скажем, переключаться. Вот этот кабельочек высунуть и всунуть в другое устройство. Немного некрасиво получается, потому что экран будет мелькать при этом и так далее. Поэтому есть второй вариант. Если у вас два из таких кабеля, да? То, вот, как правило, на всех проекторах есть второй вход. И очень легко кнопочка его переключить, да? То есть вы вот рассказали все, что нужно в теории, нажали на кнопочку. Если есть дистанционка, вообще прекрасно, да? Переключились на практику, подошли к компьютеру, клавиатура здесь и раз что-то показали. Запустили какую-то программу, показали какой-то код и так далее. Попадание в целевую аудиторию и понимание того, что вы делаете, будет в этом случае, если не максимальным, то близким к этому. И так, что мы имеем на этот момент, да? Мы поговорили о том, как надо собирать информацию, как ее примерно складывать, как ее рефакторить, да? Преобразовывать, верить на эти логические моменты, высунуть все, что должно быть отдельно, отдельное. Следующий шаг – практика. Что такое практика? Если говорить кратко, то чем больше вы будете практиковаться, тем лучше, да? Повторение, мальчик. Очень хороший пример здесь – это, я думаю, большинство из вас имеют права на автомобиль, да? И если кто помнит, как проходили первые занятия, когда вы только-только сели за руль, да? Это же была, наверняка, машина с коробкой передачи еще, да? На автомате. Как это было, да? Человек, конструктор вам рассказывал, там, вот, есть коробка передачи, нужно нажать на газ, там, отпустить тормоз, нажать на газ, нажать на сцепление, там, посмотреть в зеркала, за руль взяться, поправить там что-то еще, там, ремень и так далее. Можно офигеть с этого, да? В самом начале. Вот. Первый раз тронули за блоки, понятное дело, да? Второй раз сложили, сотый раз. На сто первый начало получаться, да? Вы уже начали спокойно трогаться, спокойно тормозить и уже начали смотреть, например, на знаки, да? Или на людей, которые вы чуть не сбили, ну и так далее, да? Вот. Что это означает? Понимание процесса приходит в практику, да? То есть, вначале, если вы в первый раз делаете пробный запуск в своей презентации, да? Вы можете тупо брать и загибаться на каких-то простейших словах, которые вы знаете, что они есть, но вот в данный момент они не приходят. Понимаете? Вот. А чем больше вы практикуетесь, тем меньше таких моментов будет возникать. Как лучше всего организовать эту практику? Я могу предложить начать практику с пустого зала. Идеально, если это будет тот зал, в котором вы будете потом проводить эту презентацию, да? Пусть он будет пустым. Научитесь работать с пустым залом. Потом переходите на толпый зал. Понимаете? Ничего страшного в том, что вы пустому залу расскажете что-то, и при этом вас никто не будет слышать. Ничего страшного в этом нет. Вас психушку, я думаю, не заберут, да? После того, как вы это сделали один раз, второй раз, десятый раз, двадцатый раз, вы уже почувствовали, что у вас есть понимание контента. Да? Вы очень хорошо уже помните, что вот за этим слайдом и вот этот. Перекрутить слайд нужно в этот момент и так далее. Следующий шаг, который вы можете сделать, начать записывать свою речь на диктофон, в простом случае, или на видеокамеру в хорошем случае. Да? Опять же для себя. Прокрутили, посмотрели. Сделали фейс-паум, что типа оказывается то, как это выглядит со стороны, выглядит совершенно по-другому, чем вам кажется, да? И вот эти аргументы, они вроде бы убедительные, а на камере они ни хрена не убедительны. Их нужно как-то изменить или как-то другими эмоциями говорить, может быть, и так далее, да? Посмотрели. Один раз посмотрели свою запись, второй раз посмотрели свою запись, да? Еще раз. Уже с учетом всего этого, да? И, а что значит еще раз? Этот процесс подразумевает, что какие-то изменения происходят вашему мозгу, да? Но эти изменения могут происходить и на слайде, да? Вот, скажем, этот слайд лучше поставить после того. Так он лучше воспринимается, понимаете? И вот так на практике вы все это обыгрываете, обыгрываете, обыгрываете и доводите почти до идеала, да? Вот вы чувствуете, что на видеокамере вы уже сами себе начали нравиться. Это хороший признак, да? Самому себе нравится. Что дальше? Вы уже готовы? Наверное, еще нет. Надо все-таки попробовать на реальный периодик, да? На манекенах. Здесь хорошую службу может заслужить жена, девушка, муж и так далее, да? То есть человек, который вас очень-очень хорошо знает. При этом он может не быть в контексте IT, да? Он может быть в другом контексте, в контексте. Но в данном случае это вам может даже помочь. Потому что в этом случае человек будет оценивать именно ваше поведение как презентатора, да? Как человека, который что-то показывает, что-то рассказывает. И тоже дать соответствующий фидбэк. Понимаете? Это очень-очень хороший момент. Попробуйте рассказать такому-очень увлеку. Все, что вы знаете, убедите его, что вы правы. Понимаете? Ну и плюс еще, если вы, скажем, не рискуете своей жене рассказать, почему вы тогда можете рисковать и рассказывать целой аудитории, да? То есть нигде здесь противоречия нет, понимаете? Лучше попробовать на человека, которого вы хорошо знаете. Понимаете? Следующий шаг – это маленькая группа людей, которые тоже вас хорошо знают. Вот на ней можно попрактиковаться чуть побольше. Если вы, например, работаете в какой-то компании, да, где есть люди, имеющие ту же профессию, что и вы, примерно в том же контексте работающие, да? Ну, то есть, если это девелопер, то девелоперы, дейстеры и так далее, да? То они являются идеальной группой, на которой можно эту презентацию проводить и услышать от них фидбэк. Понимаете? Перед более большой группой. Почему? Потому что эти люди в контексте. Эти люди вас знают и эти люди могут дать вам хорошее фидбэк. Потому что они вас знают, потому что они могут быть в теме и так далее, да? Вариант, что вы придете вот в такую группу, да? А потом кто-то подойдет к презентатору и скажет, слушай, вот было прикольно, но вот ты пару моментов здесь измени, пожалуйста. То есть, обычно таких моментов не происходит, да? То есть люди, которые уже просто пришли послушать эту презентацию, они ведут себя по-другому, да? Они пришли, их можно воспринимать как королей, как акул-бизнес, не знаю кого. Люди ждут, что вы им что-то расскажете. Понимаете? Что вы им предоставите что-то новое. А если вы с чем-то не справились, то это наши проблемы, а не их. Понимаете? Они не пришли для того, чтобы решать наши проблемы. Они пришли для того, чтобы решать свои проблемы. У них есть. Понимаете? Поэтому вот такая вот закрытая группа, она очень-очень может нам помочь. Они как раз могут вам дать. Вот после того, как вы несколько раз порепетировали это, да? Довели до совершенства, послушали себя, посмотрели на видеокамере. Все ваши знакомые тоже сказали, что уже все хорошо. Жена сказала там, молодец, иди уже. И так далее, да? Можно думать о том, чтобы, собственно говоря, эту презентацию презентовать своей целевой историей наконец-то, да? Один небольшой момент, на котором все-таки стоит заострить внимание – боитесь ли вы? Боитесь ли вы перед презентацией? Так вот. Бояться – это нормально. Бояться – это у нас в крови, в генетике заложено. И идет это еще вот, ну скажем, пещерных людей, которые там мамонтов убивали и так далее, да? Почему они их убивали? Не потому, что им нечего было делать, и давай-ка я, как Эмеля, посидел 30 года на печи, и давай-ка я встану и убью мамонта, да? Они это делали, потому что у них была в этом необходимость. Они боялись, что если они не забьют этого мамонта, то мамонт завтра придет и убьет их, или их семью, вы понимаете? То есть страх двигает прогресс, понимаете? То, что вам страшно – это нормально. На вашей совести остается с этим страхом каким-то образом совладать, но убежать от него вы не сможете. Если у вас нет вообще никакого страха, это повод задуматься. Почему у вас его нет? Потому что все так хорошо, или может быть еще какие-то причины есть, понимаете? То есть, ну да, есть вот ощущение неизвестности. Вот пришла целевая аудитория, да, пришли какие-то люди. Часть из них вы можете знать, часть не знаете. Вот я часть людей в первый раз вижу. Может, не первый раз, но как бы я не знаю, как эти люди будут меня слушать и воспринимать. Понятно, что какое-то ощущение неопределенности оно есть, и с ним как-то надо жить. Так вот, повторение в этом случае очень-очень помогает. Если вы много раз все это повторите, то вам станет легче. Следующий шаг – релиз. Последний шаг перед релизом, так сказать. К нему относится то, как вы будете распространять информацию о том, что презентация, собственно говоря, произойдет. Говоря об айтишниках, здесь все очень просто. Вот, например, большинство узнало из Фейсбука, насколько я понимаю, да, о нашем имейте. Второй вариант, как оно узнало – через набор. По другим каналам информации мы, как бы, информацию и не распространяем, да. Но для наших целей это, вроде бы, подходит, взгождается и работает. В любом случае, если речь идет о Фейсбуке, или речь идет о каких-то там личных связях, и тем более о какой-то рекламе, там, если о ней говорить, да. Вам нужно иметь что-то, что вам нужно будет туда закинуть в качестве удочки, в качестве материала. То есть, чтобы человек знал, что он идет, да. Вот. Это можно, это может быть какой-то текст, да, типа рекламы. А можете это представить, как еще один слайд, на котором будет что-то о чем-то обо всей презентации, сказки, да. Это может быть текст, может быть картинка, да. Вот, взять тот же Apple, они им, как правило, кусочек нового плачета показывают, типа, приходите и узнайте больше, да. То есть, не обязательно текстом это нужно людей завлекать. Но факт в том, что небольшой кусочек информации, да, где будет в целом сказана презентация, и вам можно будет приготовить. Приготовить заранее. Потому что, чтобы не было такого, что вам говорят, нам нужно сегодня, нам нужно вот сейчас поставить, опубликовать. Времени нет, давай сюда свой текст. И ты такой, а, блин. Сделай, за пять минут придумал этот фильм, да. Не забудьте упомянуть о длительности презентации, да, это может быть важно. И, о первых, да, о бонусах, которые ждут людей на презентации. Например, чай и печеньки гарантируются, да. Печеньки это вообще такая тема третишников, они их любят. Поэтому, если у вас есть печеньки на презентации, то презентация должна, должна быть лучше, как правило, да. Кто-то любит чай, кто-то еще что-то. Вот, что касается при любви. Ну, сам ивент. Сам ивент. Учитывая все, что мы до этого рассказали, прошли и так далее, да. Какая реакция должна быть на сам ивент? Это все должно быть очень просто уже, да. Когда вы там повторили его сто-пятьсот раз, уже знаете слайды, уже попробовали там, представили себе, визуализировали всю эту аудиторию двадцать раз, там может быть и пятьсот раз. Вот, то есть вы же все это себе пытались представить, правильно? Вопросы вы пытались тоже решить какие-то. Например, наверняка во время того, как вы практиковались, вы могли бы себе представить вопросы, которые могут возникнуть аудитории. С вопросами тоже очень интересный момент. Если вопросов очень много, то, может быть, вы во время презентации что-то не досказали, да. Если вопросов мало или вообще нет, да, то люди либо ничего не поняли, либо все поняли, да. Уже, как бы, сами будете догадываться, что вы не поняли и не поняли, да. Если вы, например, не попали в свою целевую аудиторию, то это уже как бы другое время, да. Но идея в том, что если подготовка была правильная, то сама презентация уже должна пройти достаточно, достаточно тривиально, что-то, да. То есть вы должны просто прийти, все это красиво рассказать и показать, как бы это уже миллион раз. Понимаете? Еще один момент, связанный с самой презентацией, это устройство, которое вы можете на них использовать. И благо для IT эта тема весьма популярна и помогает, да. То есть в первую очередь вам нужен ноутбук, во вторую очередь вам нужен проектор, да. И опять же, все зависит от того, какого размера будет аудитория. То есть вот такой проектор на тысячу человек явно было бы мало, да. Там нужно совсем другую технику заводить, чтобы люди поняли. Но если вы на тысячу человек делаете презентацию, это конечно круто. Микрофон, об этом тоже стоит подумать. Нужен ли вам микрофон, все ли ваши хорошо слышат и так далее, да. И еще один момент, это пульт управления, который поможет вам переключаться как-то дистанционно через слайд и так далее. Я попробовал, я как бы решил со своим телефоном попробовать, через Bluetooth связаться и управлять компьютером. В принципе получается, но иногда вот я нашел какую-то точку, в которой если я стою, то связь теряется. Нужно подходить, заново ее делать, что для презентации как бы неприятно. Намного хочется уже тогда подойти и просто нажать на кнопочку, да. Но в целом, как бы дистанционно это тема. Если у вас iPhone, то да. Ну и последний шаг. Это собственно говоря пост-релиз. По пост-релиз. О пост-релизе можно сказать следующее. Есть четыре версии презентации. Первая, которую вы готовили. Вторая, которую вы презентовали. Третья это ту, которую услышали люди. И четвертая это та, которую вы бы презентовали, если вот ездить сейчас домой, вы поняли, что вот так вот вы бы презентовали. Понимаете? То есть раз на раз не попадает. И если вы делаете даже ту же самую презентацию в второй раз, она уже будет другая. В словах, может быть и в слайдах и так далее. Да? Но париться об этом вам совершенно не надо. Потому что даже если в презентации были какие-то неточности и так далее, не факт, что люди вообще это заметили. Понимаете? Это может быть заметили вы, потому что изначально хотели это о другом. Но она прошла так и прошла, да? Идея в том, что проделать дома работу над ошибками или скажем так анализ стоит сделать, да? То есть если есть видео и вы записали свою презентацию, это вообще будет прекрасно. Потому что вы можете себя посмотреть и увидеть, что еще можно было бы улучшить, да? Что мы не учли во время подготовки на практике, которую мы делали сегодня раз. Собственно, давайте, да? В чем проблема? Второй момент, связанный с пост-релизом. Если вы уже сделали презентацию и так далее, будьте добры. Если возникают какие-то вопросы на Фейсбуке или вас тут нашел, будьте добры на них ответить. То есть не надо на это дело забивать. То есть типа отмазывайте все, я уже здесь не при чем вообще. Желательно следить и так далее. Потому что не факт, что вам еще раз не придется делать эту презентацию. Или как-то еще она вас каким-то образом коснулась. То есть о том, что, скажем так, презентации и все, что связано, будет жить после презентации, этот вариант уже возможно. Не надо меня узнать. В целом, как и все. Я попытался рассказать вам алгоритмические вопросы. Если можно задать вопросы, послышу ваши вопросы. Если их нет, я начну волноваться. Что еще? Я могу предположить, что какой-то подход в Москву сформировался. Пусть он даже был каким-то акаичным и не систематизирован. Но, в конце концов, это к цели придут. Второй момент, связанный с этим. Есть, скажем, например, можно представить себе гуманитарный подход к этому делу. Представим себе человека, которому место на канале Культура, который с чаем рассказывает всякие интересные истории про Вознесенского и еще не понятно про кого. Для человека важнее всего чувства. Он хочет сказать 10 чувственных предложений. Он на эти 10 чувственных предложений подобрал 10 прекрасных картин. Понимаете? И сказав эти 10 предложений, показав эти 10 картин, человек был в экстазе и его целевая аудитория тоже. Понимаете? Но это гуманитарно. Мы здесь пытались как бы рассмотреть и систематизировать технический подход к делу, оставляя некоторые ходы для того, чтобы применить свою творческую составляющую. Потому что у каждого она есть. Понимаете? На каких-то моментах, во время или факторами, например, этот процесс скорее из области искусства, чем из области алгоритм. У нас есть только инструменты для того, чтобы их применить. Но как их применить и нужно ли их применять, это такой очень камерный вопрос, который каждому из вас все равно придется решать. Еще вопросы? Как выражаете интересы в культуре? Особенно вы видите мою презентацию. И эти и уроки. Есть какие-то конкретные у вас способы. Потому что на самом деле для меня из моего опыта, из опыта конференции, которые я посещаю, это самый вышаг на меня. Вот это надо спрашивать. В первую очередь кофебрейк. Могу его рекламировать. Он помогает. Потому что люди не могут сидеть долго на одном месте. Они хотят общаться, хотят развеяться, хотят покурить и так далее. То есть это момент, который вы можете продумать. Дальше, вот вы сказали фразу... Нет, я припью. Если это припечатать все цельные опыта презентации, то у меня нет возможности делать кофебрейк. Но кто-то при этом видит, что пускай это будет 20-25, но ты видишь, что интерес теряется. Ага. Да. Если речь идет об одной части и интерес теряется, тут все дело, конечно, на совести искусства ораторского мыслиства. Да. То есть есть один неплохой подход. Вы можете закинуть вопрос в аудиторию, который люди как бы не знают ответа. Да. И смысл очередного слайда в том, чтобы раскрыть ответ на этот вопрос. Да. Тогда людям будет интересно, что же будет дальше и так далее. Плюс стоит рассказать еще о всей презентации в целом. Имеется ввиду, скажем, какие вопросы вы затронете, что людям предстоит узнать и так далее. Что вам это даст? Нецелевая аудитория, скорее всего, сразу отсеется. Да. Или будет молчать тряпочка, потому что будет знать, что это не их. Да. Целевая аудитория должна быть заинтересована. Понимаете? И то, как она будет заинтересована, зависит, конечно же, от вас. Практику никто не отменял. То есть, пробуйте практиковаться на ком-то или даже сами. И попытайтесь убедить сами себя. Да. То есть, чтобы на видео выглядели так, что вы сами хотите на эту презентацию пойти. О, как четко. Понимаете? Как бы здесь, конечно, играет какую-то роль искусство. То есть, из каких-то там технических подходов. Ну, разве что выделение, опять же, логических комментов и интерес к слайдам предоставить. Да? То есть, вот. Вы могли увидеть там некоторые картинки, некоторые эти вот. Это все заставляет немножечко работать мозг по-другому. Не быть настроенным на одну волну. Да? И в одной плоскости все это вот шуровать, шуровать. Действительно, через 5-10 минут этого уже начинает немножко плыть мозг. Понимаете? А если делать такие вот отвлекающие маневры и делать какие-то аналоги и так далее, как правило, это помогает немножко развеяться и удержать 20 минут свое внимание в нужном русском. Вот это, как бы, примерно пройти. Может быть, и не пройти. Сейчас, по очереди. И вот у нас целыми здесь, как. У меня есть два вопроса, связи с темой программы, и с темой программы. Поехали. Может, мне тоже помните, чтобы финансов софтуры с Крафт, а если у вас был на русском. И это один из наших коллеги, который мне пришел в свою очередь. Такой вопрос. Хороший вопрос, да? Связанный с языком. Ну, на первый вопрос я отвечу так. Это стало золотым стандартом для IT. То есть, ну, попробуйте на русском написать слово рефактор. Или на молдавском. На молдавском, да? То есть, английский стал стандартом, потому что, ну, языки программирования, например, да? Или, скажем, любые скрипты и так далее, они все равно основаны на английском. У них английская основа. Соответственно, все это будет совокупно английского языка. Ну, и вы знаете, что в IT индустрии без английского языка сейчас никак. Вот. Это связано со многими факторами. Немаловажный фактор в том, что те, кто платят в основном англичане, ну, англоговорящие, да? Но есть исключения. Есть французы, например, и так далее, да? Это что касается первого вопроса. В принципе, если вы знаете свою аудиторию, ничто не мешает вам поменять какие-то фразы на русском языке, да? Или, там, на молдавском и так далее. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно, и это вам как-то помогло, да? Второй вопрос. Насчет другого языка. Я бы лично не рекомендовал на другом языке проводить, потому что, кроме того, что вам нужно думать о аудитории, о том, как презентовать информацию и так далее, вам еще придется включать такой фильтр, как перевод. Знаете? Если вы на этих спикер на другом языке, то вопрос еще на смысле, да? Как бы. Вот. То есть, речь идет, конечно же, не на этих спикерах, то есть, перевод синхронный, да? Синхронный, имеется в виду, внутри. Ну, короче, перевод на другой язык, он отнимает какие-то ресурсы, правильно? Если вы готовы взять на себя ответственность и силы тратить часть своей энергии во время презентации, еще и на перевод, то это может иметь смысл. У меня был подобный опыт еще в 2005 году, мы когда в первый раз поехали к клиенту, то, как бы, презентовали англичанам достаточно техническую тему. Очень техническую, регулярно смешиваться. Спасибо.